Как жить во время непредсказуемости, неопределенности, внезапности, хаоса? Тут речь идет и о том, что происходит что-то в жизни каждого из нас, или происходит это в жизни страны, или в жизни стран, в жизни мира. И сегодня с вами я, Анна Литовкина, и беру я интервью у замечательного Павла Загвантовича, с которым я уже записала огромное количество интервью. Я вам советую переходить к нему на канал и подписываться. А сейчас поехали. Павел, скажите, пожалуйста, когда, например, происходит какая-то турбулентность, когда непонятно, что делать, когда рушится все то, что до этого казалось, все было совершенно так стабильно, то где брать опору? Что вообще такое опора? Какое-то нужно определение словарное принести. Ну, если говорить про человека, то опора – это, безусловно, знание. Ну, знание в виде опыта, скорее. То есть понимание, что и как делать. Ну, представьте себе, есть человек, который, ну, например, заболел ротовирусом. Такая неприятная штука, да, там, рвет от него температура, понос. И вот он в первый раз. Что с ним? Куда с ним? Совершенно непонятно. Ну, теперь представим, что он уже в третий раз заболел ротовирусом. Как бы качество болезни, наверное, если можно говорить о качестве болезни, наверное, не изменится. Правда? Но как человек себя будет вести в этой ситуации? Я предположу, что он будет гораздо спокойнее относиться к происходящему. Ну, рвет, ну, понос, ну, температура, ну, переживем. Ничего страшного. Вот у меня, когда ребенок болел ротовирусом, на первый приступ рвота ему было очень тяжело реагировать. Третий, четвертый он уже, ну, понятно, как бы. Хотя ребенку тогда было, ну, не знаю, годика три, может, три с половиной, я уже не помню точные даты. Ну, то есть гораздо легче. То же самое с неопределенностью. Когда мы впервые сталкиваемся с чем-то, ну, например, нужно выбрать квартиру для съема. Или нужно определиться, как подать резюме. Или первое собеседование в жизни. Это же тоже ситуация неопределенности. Она не очень угрожающая, ну, потому что, как бы, ну, не возьмут сюда, но, может быть, возьмут где-то. Родители же кормят все еще. Но, тем не менее, это все равно ситуация неопределенности. Все равно в ней есть хоть сколько-то, но угрозы. И что тогда человек может сделать? Он может посмотреть на другой опыт, на чужой опыт. Например, во время начала всяких коронавирусных дел, я очень рекомендовал поискать всяческие описания, как это назвать правильно, эпидемии. Ну, не эпидемии, а того, как люди справлялись. Вот Пушкин как-то во время эпидемии холеры куда-то там уезжал за город. Есть дневниковые записи, есть его письма, как он это переживал, как он это описывал. И не только он, понятно, грамотных людей уже было достаточно. Многое из того, что они написали, сохранилось. И это все можно найти, это все доступно. Как испанку переживали по всему миру? В буквальном смысле найти и посмотреть. Что это? Как это? В смысле, как это было? Что люди делали? С чем они сталкивались? Мы увидим, что переживания, в общем, всегда одни и те же. И вот это вот знание, это еще не опыт, конечно же, но это опыт других поколений или других людей. И вот это знание, оно неплохо успокаивает. Почему? Потому что появляется, ну, не то чтобы план, но хотя бы некоторая перспектива. То есть мы примерно понимаем, чего нам ждать. Мы примерно понимаем, с чем мы столкнемся. И это понимание уже, ну, как бы дает нам некоторую опору. Потому что отсутствие опоры, что это? Это непонимание, что будет дальше. Это полная растерянность. Это полное отсутствие хоть каких-то планов действий, откуда им взяться, если нет опыта. Если говорить языком системно-эволюционной теории Швыркова, то это полное отсутствие специализированных нейронов, ответственных, ну, как бы, не знаю, ответственных, приученных к этой задаче. Вот. Коротко отвечу так. Ну, например, когда происходит что-то первый раз. Вот я представляю себе, я родилась через несколько десятилетий после того, как была Великая Отечественная война. И вот я себе представляю, что, например, начинается война в тот период, в тот день, когда люди услышали про это. Это же был жуткий шок для всех. То есть люди не верили, что такое могло произойти. Конечно. И вот что делать в этот момент? В тот момент, когда, например, я разговаривала, у меня друзья по всему миру, и мне рассказывали люди, которые, например, были когда-то вот в Мексике, и началось землетрясение, предположим, они были в гостинице. Или я год провела в Калифорнии, вот совсем недалеко от Сан-Франциско, и там тоже очень часто бывают землетрясения. И вот когда человек попадает в первый раз, если уже там по много раз землетрясение, но вот когда в первый раз, можно ли к этому подготовиться каким-то образом? Можно нашу стрессоустойчивость каким-то образом увеличивать? Ну, когда мы уже в процессе, уже мало что можно увеличить. Если мы находимся в процессе, то, пожалуй, лучшее, что мы можем сделать, это обратиться к близким, обняться с ними, может быть, взять, руководство, наверное, не очень уместно говорить, да, но как-нибудь сделать так, чтобы мы вели их за собой, так можно сказать. Вы знаете, когда мы берем на себя роль вот такого, так сказать, проводника, что ли, человека, который вот всех успокаивает, то нам спокойнее однозначно. Потому что мы чем-то заняты, на нас смотрят, у нас включается такой социальный момент, что вот мы как бы важны всем, от нас что-то зависит, и эти люди, они хотят, чтобы мы были рядом с ними и так далее. И вот это все однозначно, вот, в дне всяких сомнений, позволяет нам очень неплохо держаться прямо в процессе, вот внутри. Если у нас есть какая-то хотя бы минимальная возможность подготовиться, то отличный вариант – это вот тот самый опыт, о котором я говорил, как это у других. Если у нас есть возможность прямо здесь следовать за кем-то, кто опытный, то, конечно, всем вообще будет легко, здесь даже разговаривать не о чем. Если человек, вот я первый раз, а кто-то переживал 10 землетрясений, то, наверное, он будет вести себя спокойно, а я рядом с ним буду как-то постепенно так, знаете, успокаиваться, мне будет становиться легче. Но если ничего этого невозможно, то можно сделать вот что. Есть прекрасное исследование, оно опубликовано в журнале «Поведенческая эндокринология». Представляете ли, такие, оказывается, бывают журналы. И суть его такая. Когда человек записывает свои прошлые неудачи, как-то о них рассказывает, то его уровень кортизола почему-то снижается. И, соответственно, он становится более таким внимательным, что ли, настороженным. Если я не забуду, я положу ссылку в описании. У меня вообще отдельное видео про это есть с подробностями. А здесь я прям совсем коротко. То есть вот когда мы ведем себя вот так, мы записываем неудачу, нам становится легче. Наверное, это не проверяли непосредственно, например, при землетрясении или чем-то таком. Но, наверное, если человек вспоминает о своих неудачах, то ему становится легче. Гипотеза, которая есть по поводу этого исследования, такова. Вспоминая свои прошлые неудачи, человек как бы видит, ну я же справился. Получилось же выжить как-то, выкарабкаться из той ситуации. Она не стала для меня финалом. И вот эта опора, знаете, в духе «все пройдет», она очень недурно помогает сориентироваться и справиться вот здесь, вот в этой текущей ситуации. Точнее так, там нет данных в этом исследовании, что это лабораторный исследователь. Там нет данных, что вот человек такой раз, и все, ему стало легче, и он побежал вперед. Но есть данные, что у него внимание стало менее расфокусированным, как они пишут, дефицит внимания уменьшился. И, соответственно, человек лучше выполнял те задачи, которые ему нужно выполнить. Можно предположить, что механизм примерно одинаков и в лабораторных условиях, и в экспериментальных условиях. И, соответственно, вот это вот воспоминание, оно парадоксальным образом, воспоминание о своих неудачах, не вгоняет в еще большую тоску. А вот на фоне текущих событий, какого-то там стресса, какой-то нагрузки, напротив, позволяет как-то собраться и действовать лучше. Я ни в коем случае не призываю, понятное дело, вспоминать, но если других вариантов нет, почему бы не попробовать? Можно еще подумать вот о чем. Самое ближайшее действие. Знаете, есть неплохая книга, совершенно не помню ее автора, Родригис, кажется, про выживание в всяких чрезвычайных ситуациях. Там в лесу человек заблудился, там на лодке посреди океана один остался по каким-то причинам. Все в таком же духе. Если вспомню, положу книгу в описании, а если нет, напомните мне в комментариях, я обязательно ее добавлю. Закрепленные комментарии в описании. И автор там очень четко говорит, что наша задача в таких случаях искать предельно близкие цели. Вот максимально предельно близкие цели. То есть в лесу, например, там понять, где запад, где восток, вообще стороны света. Понял? Хорошо. Найди другую цель, там воды добыть, утеплиться, там зашнуровать ботинки лучше, чтобы ничего не натерло. Ну какие-то вот такие вот вещи. И когда человек фокусируется на этом, мы уже как-то упоминали, у него включается ориентация на действие. А ориентация на действие, она противоречит, мешает, в общем, переживать. Это не всегда хорошо, но это не всегда плохо. Потому что ориентация на состояние, мне сейчас плохо, она тоже неплоха, но в случае действия, ну как бы понятно, надо что-то делать. Если очень много сосредотачиваться на своем состоянии, становится только хуже. Вот если мы ориентируемся на действие, что сделать? То есть там вот дебилетрясение, надо там встать в дверной проем, да, я вот такое слышал. Много всего. Это под стол залезть. Когда я в Калифорнии жила, то тогда даже просто в том доме, в котором я жила, мне показали, что если будет дебилетрясение, например, ночью, то под какую кровать можно ложиться, под какой стол можно, под какой нельзя, потому что, так сказать, к этому уже я немного была готова. И даже моя дочь, которой было 6 лет, она была тоже к этому готова. Это тот случай, когда есть уже какой-то опыт, небольшой, чужой опыт, он помогает как-то лучше сориентироваться. Конечно, желательно иметь дело с людьми, которые уже были в этих ситуациях, но, к сожалению, или может быть, к счастью, такое встречается и не всегда. Вот в этом случае тогда, договорились, можно вспомнить про свои какие-то прошлые неудачи и понять, я подчеркиваю, не просто вспомнить и расстроиться, а вспомнить и понять, что я справлялся, или я справлялась. И все это, в общем, можно преодолеть. В конечном итоге все будет преодолено, так или иначе. Как говорил Соломон, его кольцо, и это тоже пройдет. Это раз. Во-вторых, конечно же, ориентироваться на какие-то максимально ближайшие цели. Самые доступные и так далее. Извините. Да, да, я все, да, я закончу. То, что вы сказали по поводу того, чтобы ориентироваться на свои какие-то неудачи, я бы, наверное, здесь немножечко добавила не только на неудачи, а на то, что вот у нас была неудача и мы справились с неудачей. Потому что тогда уже, если у нас была какая-то неудача и мы справились, тогда уже к этому можно подходить, что это удача. Мне очень нравится, мне очень нравится провести тогда рефрейминг, потому что, да, была неудача, например, опыт землетрясения или опыт, что я потерялся там где-то или опыт, там, завалил экзамен, но потом, например, я поучился еще и сдал экзамен и уже вот прошел, и я это делать могу, да? Ну, повторюсь, в оригинале просто неудача. А что там параллельно происходило, возможно, именно это и происходит. Возможно, какие-то другие штуки, но пока у нас нет возможности залезть человеку настолько глубоко в голову и узнать все это. Но, возможно, это именно так, гипотеза основная такова. По крайней мере, точно на этом стоит ориентироваться, что да, я вот справился, либо справилась, все хорошо. Павел, и второе, то, что вы сказали, это то, что уже тогда ставить себе цель, вот прямо вот сейчас, что я могу сейчас делать, да, причем такую очень краткосрочную цель, не то, что там через месяц или через год, а вот конкретно в данный момент, может быть, даже в данную секунду. Да. А как это делать человеку, который в жутком стрессе, вот просто в жутком стрессе? Ну, если человек в жутком стрессе, все наши слова для него, конечно, бесполезны. Потому что если в жутком стрессе, он будет вести себя так, как у него будет получаться. У него будут срабатывать те навыки, которые он отточил лучше всего. И, может быть, это будет навык, например, там прятаться куда-нибудь в самое теплое, темное место, или бежать как можно дальше. Или сесть, расстроиться и, допустим, залипнуть в телефоне. Разные бывают варианты. Или там накидаться водкой до неизменяемого состояния. Такое тоже случается, когда человек сталкивается с какой-то ситуацией, в которой он не знает, что делать, но у него включается такая копинг-стратегия. Понимаете, когда мы сталкиваемся с ситуацией какой-то, у нас появляется копинг, то есть справление, то коп выгнется. И если у человека изначально копинговой стратегии нет никакой, новой, он прибежит, прибегнет, извините, к старым стратегиям и будет опираться на старые. И чем сильнее будет та нагрузка, от которой он оказался, тем, как бы, крепче, тем более крепкая копинг-стратегия будет использована. А самая крепкая копинг-стратегия это те, которые были откатаны много раз. И по всей вероятности человек много раз откатывал какую-то стратегию, которая не укладывается в текущую ситуацию. И значит, он действительно может расстроиться. И поэтому просто сказать ему что-то, ну не расстроиться, конечно, а растеряться или совершить то действие, которое совершает, накидаться водкой опять же. И наши слова ему, к сожалению, не помогут. Мы можем сказать, пожалуйста, ищи какие-то ближайшие цели, смотри на них. Будет ли человек это слушать? Нет, он не в состоянии. Сейчас работает тот копинг, та копинг-стратегия, которая наиболее точна. Это неплохо. В конце концов, он же как-то справился, дожил до своих лет. Может быть, в данной ситуации она не подойдет, но до этого же как-то худо-бедно помогало. И в самых тяжелых ситуациях, может быть, пускай она и работает. Мне кажется, это, в принципе, достаточно обессиливающая штука, когда люди хотят как-то справляться со страхом, как-то быть всегда, знаете, знающими, что делать и так далее, и никогда не позволять там себе растеряться. Это круто. Быть героем, не знаю, как Брюс Уиллис в каких-нибудь старых фильмах, типа там Армагеддона, когда он там знал, что делать, и всегда понимал, и находил решения, которые, конечно же, на самом деле находили сценаристы, а он просто играл роль. И вот это вот такая несгибаемая харизма, все, ты можешь придумать смекалку и так далее, мотоциклом сбить вертолет, как было в одном из фильмов с ним. Ну, круто, ну, правда, круто. Вот не все такие. Я думаю, что никто не такой. Потому что всегда бывают ситуации, с которыми мы столкнулись в первый раз, и в которых у нас нет ничего. Я имею в виду, нет никакого опыта. Я, например, своих детей учу говорить так, что если вот что-то изменилось резко, и они планировали одно, пошло все по-другому, так же жизнь встроена, мы же про это говорим, мы планировали одно, тут все поменялось. Я им говорю, выучите и запомните фразу, и тренирую их эту фразу произносить. Дайте мне минутку. Вот не принимать решения сейчас. Отдайте мне минутку как-то сесть, собраться, как-то модно сейчас говорить, заземлиться, но это на самом деле не заземлиться, это про то, что я просто не трачу время на принятие решения. Сначала трачу время на осмысление, что происходит, как это происходит. И вот если человек попробует дать себе минутку, ну, шансов, что он более-менее как-то соберется с мыслями, ну, становится немножко больше. И тогда, может быть, его копинг-стратегия как-то немножечко ослабнет, отключится, ну, так, которая прежняя. Может быть, он выработает новую копинг-стратегию. Но точно, чего нельзя от себя требовать, это вот, знаете, такое хладнокровие, умение собраться быстро, в новой ситуации, имею в виду, не в той, в которой вы были там обучены, да, там, с помощью вот людей, которые уже пребывали в этих ситуациях, под этот стол залезай, под этот стол не залезай. Вот если таких ситуаций нет, это, то не надо от себя требовать чуда. На мой взгляд, так, ну, в конце концов, нет ничего ужасного, если человек находится в жутком стрессе. Краткосрочные стрессы никому не вредят. Павел, то, что вы сказали в самом начале интервью по поводу того, чтобы обнять других людей, да, и если, например, кто-то живет один или в данный момент находится один, то можно даже взять и вот себя обнять, да, вот типа того, чтобы обнять, погладить и сказать, что вот какой я классный или какая я классная. Можно пожалеть себя, то есть вот как-то так сказать, я хороший или я хорошая.